Всем привет! Сегодня будет топ, составленный из ваших комментариев. У меня на канале уже есть два видео с аниме, которое заставит вас плакать, и в комментариях под ними многие писали, над какими аниме пускали слезу и они. Раз уж многие просили сделать еще одно видео на эту тему, то я решил сделать его из ваших пожеланий и рекомендаций. В общем, всем спасибо, кто включил это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите в комментарии, над какими аниме вы плакали и плакали вообще. И всем приятного просмотра! 10 место. Милый во Франксе Земля уже перестала быть местом, где человечеству уютно. Мир нашей планеты уже больше похож на какие-то руины. К тому же из недр возразились древние существа, которые когда-то управляли местными землями. Так называемые ревущие драконы стали новой угрозой. Человечество предприняло строительство особой передвижной крепости, внутри которой проходят свое обучение будущие пилоты. Главные герои станут мастерами по управлению военными роботами. Именно они выступят в образе главных спасителей планеты от неожиданного нагрянутшей угрозы. Главный герой Хира знает, что для управления роботом нужны два человека – мужчина и женщина. Ответственность за боевые достижения несут оба. Молодой человек проваливается на экзамене вместе со своей напарницей, но все равно верит в то, что сможет стать достойным пилотом. Но вот однажды он встречает очень странную девушку, с которой в скором времени и вступит в команду. Девятое место. Которо-сан. Ни для кого не секрет, что люди, которые чем-нибудь отличаются от других членов общества, обычно остаются непонятными и обиженными всем миром. Все это смогла на себе проверить Хару Кокотоура. Эта героиня с самых ранних лет имела способность слышать мысли других людей. Родная и любимая мама девочки не смогла находиться рядом со своим странным ребенком и просто бросила дочь на попечение дедушки. А ведь и у окружающих может возникнуть именно такая реакция на особые возможности героини. Бедняге приходилось постоянно менять места обучения, но однажды ей улыбнулась удача. Нельзя говорить, что все люди могут любить лишь себя самих. На самом деле это не так. В новой школе у героини появились хорошие знакомые. Среди них оказались такие люди, как парень, обожающий девушек, гений и фантазер, еще руководитель школьного клуба и многие другие. Новенькое в школе стало просто открытием для ребят. Восьмое место. Дарованный. Путь к мечте Тернист. Одни отказываются от нее, иные останавливаются на полпути. Другие же разочаровываются. Камиями из последних. В его увлечении музыкой нет прежнего вдохновения, да и прочие занятия мало трогают юношу. Но все меняет случайная встреча. Сато. Вполне обычный парень, необычное в нем разве только то, что он носит повсюду гитару. И совершенно ничего не смыслит в музыке. Но он снова и снова просит Камияму быть его наставником и научить играть. Настойчивость новичка граничит с упрямством, а первые робкие шаги в мир аккордов он напоминает Камиями о времени, когда струны его собственного сердца навсегда тронула музыка. Седьмое место. Класс убийц. Однажды 70% луны оказывается уничтожена неизвестным науке существом. При этом оно заявляет, что если в течение последующего года его никто не убьет, то оно уничтожит и землю. Мировой конгресс после ряда попыток потерял все надежды на его убийство. Теперь очередь японских школьников. У учеников особого класса 3Е поставлена единственная задача – убить своего учителя, коим и является то самое существо. Да только каким образом класс первого взгляда обычных непреспевающих учеников сможет убить неизвестного монстра, физические особенности и способности которого превосходят все, что известно человечеству. И насколько изощренные способы убийства самый уникальный класс сможет придумать и реализовать. Шестое место. Ангельские ритмы. Кто бы мог подумать, что даже отправившись на тот свет, японский школьник по фамилии Атанаши вновь очутится в школе. Забыв собственное имя, бедолага вынужден вновь входить в строя и участвовать в общественной жизни загробной школы. Но как и следовало ожидать, не всем учащимся понравилась такая жизнь на небесах. И все недовольные объединяются под неформальным фронтом загробного мира. Их цель выяснить, почему и по чьей вине они попали в столь странное место. Пятое место. Парад смерти. Действия сериала разворачиваются в баре, ничем не примечательном на первый взгляд. Посетителями этого бара поневоле становятся люди, которые уже умерли, но еще не попали ни в рай, ни в ад. Управляющий заведением, а по совместительству и бармен по имени Деккин предлагает посетителям сыграть в игру и выяснить, кто достоин перерождения, а кто отправится в небытие. Ставкой будет их жизнь, что многих поначалу пугает, но так как они не имеют права отказаться от игры, у них просто нет выбора. Четвертое место. Пластиковое воспоминание. Действие всей картины происходит в недалеком будущем, там где наравне с человеком стали выступать андроиды, которых практически не отличить от людей. Они распространились по всему миру и все было бы хорошо, но срок службы даже у самого совершенного андроида, который может копировать даже самые трудные и сложные эмоции человека, очень мал. Для того, чтобы починить и восстановить андроид, который служил свой срок, создается специальный отдел. Одним из сотрудников этого отдела становится Цукас Мизукаги. Работа по восстановлению вышедших из строя роботов проходит гладко, но однажды происходит нечто. Нас ждет очень трогательная история отношений двух совершенно разных героев, одним из которых человек, а другой андроид. Третье место. Убийца Акамы. Повесть берет начало в некой империи, которая прогнила в коррупции, бедности, насилии и жестокости. Правит страной молодой император, но мальчик наивен и неопытен в правлении, поэтому им помогает премьер-министр империи, который разрушает страну. Он является главным антагонистом серии и главной целью ночного рейда. Всему этому злу противостоят революционная армия, которая хочет изменить империю к лучшему. Помогает революции группа убийц ночной рейд. Они убивают людей, которые угрожают безопасности граждан и революции. У империи тоже есть свои убийцы, которых созвали, чтобы уничтожить ночной рейд. В этой войне убийцы двух сторон используют тейгу. Древние артефакты, созданные империей более тысячи лет назад. С помощью редких материалов, собранных из самых редких и опасных существ, великих ученых, живших тогда и силы самого императора, они создали нечто невероятное для того времени. 48 смертельных орудий, называемых тейгу. Сила и форма тейгу была самой разнообразной, но чтобы использовать тейгу, человек должен быть с ним совместим. 2 место. Твоя апрельская ложь. Косей Арима отличается от своих сверстников тем, что очень любит музыку. Он профессионально играет на фортепиано, выигрывает все детские конкурсы, поэтому о нем знали все начинающие музыканты. Мама Косея работала его же тренером и наставником. После того, как она неожиданно скончалась, Косей изменился полностью. У него произошел нервный срыв и он не мог больше играть, так как играл раньше. Он перестал чувствовать музыку. Казалось, что все вокруг такое пустое, такое безразличное. Все знали, что этот парень безумно талантлив, что у него отличный слух, но сейчас будто бы что-то произошло не то. Спустя несколько лет Косей не притрагивался к пианино. Мир ему был мерзок. Все такое серое и монотонное. Одна радость оставалась. Друзья Цибаки и Ватари радовали главного героя. Однажды парень встречает прекрасной красоты девушку Каори. Она оказывается скрипачкой не менее талантливей, чем в свое время главный герой этой истории. Ариме показалось, что играет и девушке, что ее музыка отражает душу парня. Каори хочет помочь вернуться Косею в музыкальный мир и снова почувствовать музыку. Первое место. Я хочу съесть твою поджелудочную. Одним прекрасным днем ученик старшей школы находит чей-то личный дневник, подписанный как дневник болезни. Вскоре выясняется, что дневник этот принадлежит Сакуре Ямаучи, однокласснице главного героя. Прочитая его, Харуки Сига узнает, что девушка страдает смертельной болезнью. Ее поджелудочная железа перестала работать. Чтобы поддержать ее в этой нелегкой ситуации, юноша решает подружиться с Сакурой, несмотря на их совершенно разные характеры. Ну а на этом все. Надеюсь топ вам понравился. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Также пишите в комментарии, над какими аниме вы пускали слезу. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента и всем пока. Услышимся уже очень скоро.